Приветствую всех дачников на своем канале. Многие дачники, садоводы-любители хотят удивить себя, своих соседей, показать и рассказать близким своим о каком-то новом растении, выращенном у себя на участке. Сегодня речь пойдет о таком растении, как его в народе называют ежеклубника. Это растение родом из Юго-Восточной Азии. У нас в Беларуси началось выращивание сравнительно недавно. А к нам оно попало из Прибалтики. У этого растения еще есть такие названия, как тибетская малина, ежемалина, розалин. На самом деле это один из видов малины. Малина розалистная. Родом она из Юго-Восточной Азии, откуда и путешествует по миру под английским названием стравбери-разбери. К нам была завезена, то есть в Россию из Беларуси, и оттуда попала из Прибалтики, где уже прочно обосновалась. Ежеклубника хорошо приживается, быстро разрастается и отлично зимует без укрытия. Это сравнительно невысокий полукустарник с паникающими красноватыми колючими побегами и красивыми ярко-зелеными гофрированными зубчатыми по краю листьями. Цветки белые, довольно крупные во время цветения. Красно-коралловые, блестящие, очень яркие, как будто подсвеченные изнутри ягоды диаметром до 4 см смотрят вверх, а не прячутся под листьями. Созревание начинается в июле и длится до самых заморозков. Особых требований к условиям выращивания ежеклубника не предъявляет. Для посадки подойдет хорошо освещенное место. Уход несложный, растение влаголюбивое. В сухую погоду его надо поливать. Подкормки проводят весной и в конце лета. Почву вокруг листов мульчируют орфом или компостом. В поздней осени стебли отмирают, как у малины, и их срезают на уровне земли. Перед уходом в зиму рядки присыпают орфом или опилками. Вот что из себя представляет ягода этого растения. Это ежеклубники или розалина. Вот такая ярко-красная, усыпанная мелкими шариками, ягодками. Такая вот ягода. Ну, колючий кустарник, так как и пишут в описании, на самом деле, да. Есть вот такие небольшие шипы, если здесь видно. Вот здесь у нас еще ягодки не созревшие, еще зеленые. Вот еще почти созревшая ягода ежеклубники. Если вам было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии.